Почти 14 соток дачного участка Любовь Фёдоровна щедро отдала под клумбы и альпийские горки. Первое впечатление, которое появляется у всех, кто попадает сюда, что кроме цветов ничего не растёт. А нет. У Читы Барановых три теплицы. В одной помидоры, другая отдана под огурцы, а в третьей тоже цветы. Самые удивительные, по мнению флориста. Эустому. За что я люблю? Во-первых, у неё зелень очень сама красивая, голубая. А цветок, как роза. Очень долго стоит, в срезе очень долго стоит. А в земле вообще не любит дождь. Лучше садить в тепличке. Супруги Барановы приобрели дачу в садоводстве родник, что за стеклянкой в 1982 году. Здесь они проводят всё лето. Дачный сезон для них начинается с апреля. В это время зачастую земля ещё покрыта снегом, но работы хватает. Необходимо достать из погреба все клубни цветов и посадить в теплицу. В коллекции флористов насчитывается более 300 лилий, более 60 флоксов и 40 сортов роз. Уже в июле их трудами любуются все соседи, а председатель садоводства считает их участок образцовым. Семья Барановых – это трудолюбивые люди, которые создали вот такой прекрасный огород. Работают они уже долгое время. Это можно добиться только большим трудом, большой любовью ко всем этим растениям. Только трудолюбие. Любимое место отдыха охраняет домовой. К сожалению, воробьи безжалостно склевали нос чучела. Видимо, пенопласт пришёлся по вкусу. Ещё одно увлечение Любови Барановой – это поделки из пластиковых бутылок. Её забавные слоны и поросята, превращённые в мини-клумбы, вызывают умиление и восторг. Всё необычное. У неё столько много поделок. И всё своими руками. Лекарственных трав очень много. Много кустарников, ну и овощей и фруктов. Гордостью своего участка чета Барановых считает большой дом, построенный главой семьи и маленький пруд. В таких уголках, признаётся Любовь Фёдоровна, на сердце становится радостно и уютно. А приятные звуки журчания мысленно уносят к тёплому водопаду. Так, во время дачного сезона садоводы успевают не только ударно поработать, но и в минуты отдыха прикоснуться к тайнам природы. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.